Я тем за окнами угоден. 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 в центральных изданиях, именно он привил сыну любовь к искусству, вкус литературе и поэзии, и, научив его играть на аккордеоне, помог совершить первые самостоятельные шаги в музыке. И поэтому, естественно, когда стал вопрос о выборе профессии, сомнений не было, только музыка. И вот интересный факт из детских лет Валерия Анатольевича. Решил его было поступать в Северодонецкое музыкальное училище. Валерий Мишин блестяще сдал экзамен по специальности. Природная музыкальность, виртуозность, сложная программа, подготовленная с отцом. Все это произвело невероятное впечатление, но впечатление произвело и то, что он совершенно ничего не знал по теории музыки. Дело в том, что в селе, где жили Мишин, не было музыкальной школы. И вот 15-летний юноша не сдался. Целый год с аккордеоном за плечами, двумя вечно переполненными автобусами, он добирался до Северодонецка, ездил в Северодонецк и возвращался обратно, для того, чтобы получить бесценные уроки. И, собственно говоря, он восстановил все недостающие моменты, устранил пробелы в знаниях, и с легкостью поступил в училище. Буквально сразу, с первых курсов, став одним из лучших учеников в классе педагога Градько. И, кстати говоря, по музыкально-теоретическим дисциплинам, он тоже был одним из лучших. Лучшим, одним из лучших, Валерий Ермельшин, был и в консерватории. Яркие способности, испременный юмор, особая какая-то харизма делали его любимцем и преподавателей, и студентов. Достаточно только вспомнить о том, что он сам совершенно по собственной инициативе организовал кружок любителей современной поэзии. Проводил вечера, сам их вел. И студенты бежали на эти вечера, чтобы узнать что-то новое, интересное. И не из уст скучных преподавателей, а от своего сопорщика. Яркие способности, харизматичность, я повторяю, сценичность. Все это развивалось в институтские годы Валерия Анатольевича. И уже в ВУЗе первые победы в исполнительстве можно отметить. Его первая победа – это лауреатство на всесоюзном конкурсе в Новосибирске. Когда, как и большинство советских мужчин, когда наступил положенный срок, Валерий Мишин отдал свой воинский долг родине. Там он также не расставался с аккордеоном, потому что служил в взводе внутренних войск. Судьбу свою Валерий Мишин встретил еще в студенческие годы. Яркий, абсолютно неповторимый, своеобразный. Он неординарный, он имел потрясающий успех. И у девушек в частности. Он всегда был в центре внимания окружающих. А выбрал именно ее. Обаятельную, умную, скромную, с высочайшим интеллектом и тончайшим чувством юмора. Выпускницу Мариупольского музыкального училища, студентку Историко-теоретического факультета Донецкой консерватории Викторию Макмак. Это была очень гармоничная, очень достойная пара. Музыкальная семья с традициями, положившая основу династии. Скажем так, в этой семье на первом плане было уважение и любовь друг к другу. И дети, которые воспитаны в этих условиях, также стали достойными людьми. Профессиональные музыканты Валерия Анатольевич и Виктория Дмитриевна привили любовь к музыке своим детям. Александр и Анна Мишин закончили наше родное музыкальное училище и получили высшее образование в консерваториях. Валерий Анатольевич выбрал в качестве спутницы жизни именно ее. Того человека, который стал ему надежным тылом, опорой. Человеком, который понимал его абсолютно и до конца. Позитивный, привлекательный, приветливый, всегда способный выслушать собеседника и дать грамотный совет. Он буквально истрился, излучал любовь к жизни и людям. Но это была одна сторона его натуры. Близкие друзья знают, как истинно талантливый человек Валерий Анатольевич был очень требовательным к себе. Он часто переживал, сомневался. У него была очень тонкая и ранимая натура. Но дома он всегда находил покой, абсолютный комфорт и понимание. его супруга Виктория Дмитриевна понимала его, как никто другой. И даже будучи смертельно больной, она тихо и мужественно боролась с болезнью, стараясь не применять его. Потому что знала основное предназначение Валерия Анатольевича это его призвание, это служение искусству, это служение тому, к чему призывал его изначально Господь. Это сцена, это ученики, это оркестр, это все то, что в Мариупольском музыкальном училище, в котором он проработал 30 лет, дало ему возможность развивать. Кстати говоря, Виктория Дмитриевна тоже была не просто любящей женой и заботливой мамой. Она была состоявшимся социально значимым человеком. Она была ведущим теоретиком Мариупольского музыкального училища. Она возглавляла теоретический отдел. Ни одно поколение музыкантов-теоретиков прошло курс обучения у Виктории Дмитриевны. И в своей жизни скажем так, состоялась именно в этой профессии. То есть дома Валерий Анатольевич также не был всегда пониманием и правильный подход к оценке тех или иных событий в жизни семьи и его лично. А таких, как Валерий Мильшин, говорят, что он буквально беззаветно предан своему делу. Это абсолютная правда. Абсолютно во всех ипостасях, таких состоялся Валерий Анатольевич, он был на высоте. Педагог, преподаватель-методист, преподаватель высшей категории, руководитель Оркестра народных инструментов музыкального училища. Он выпустил не одно поколение лауреатов в различных конкурсах, фестивалях. Выпустил в мир музыки грамотных людей, которые впитали его педагогические приемы, усвоили все его наставления. У них был такой прекрасный пример, как Валерий Мильшин. Все русскники считают себя счастливыми. Потому что им удалось все-таки быть его в классе. Как говорят, не печаль, что нет, а радость, что было. То есть эти ребята несут в жизни в своей высоко и гордо имя музыканта, потому что именно этому их научил их педагог. Будучи истреметным виртуозом, имея этот дар виртуоза, Валерий Мильшин должен был быть на сцене. И поэтому не только педагогическая работа, но и концертная деятельность, исполнительская деятельность были гранями его и таланта, и соответственно сторонами жизни. В ансамбле украинской народной музыки шутка Валерий Анатольевич проработал свыше двадцати лет. И это то место, где он мог полностью реализовать себя как исполнитель. Оттачивая свое исполнительское мастерство, Валерий Анатольевич становился все более и более высокого уровня преподавателем, имеющим возможность передать что-то своим ученикам. Оркестр народных инструментов это та сфера, которая была, если можно так сказать, самым-самым любимым и слабым таким вот местом Валерия Анатольевича. То есть это была любовь практически всей его жизни училища. Прирожденный талант, совершенно потрясающая способность находить контакт с большим количеством людей, оркестрантов, заставить себя слышать и руководить этим всем процессом, таинством создания оркестровой музыки. это дано не каждому. Валерий Анатольевич имел этот дар. Достойнейший представитель современной, я повторюсь, приятной народников и грамотный педагог. Он был во всем примером. Ученики обожали его, боготворили, потому что знали. Ему интересно все, как они учатся, как они себя чувствуют, каковы у них увлечения и интересы. Он знал о каждом буквально все. Это была семья. Его класс это была семья. мы говорим сейчас об этой замечательной паре семейной супружеской чете Мельшинах. Талантливые, порядочные, интеллигентные люди. Они украшали этот мир и покинули его практически друг за другом. Валерий Анатольевич пережил свою жену на 11 месяцев и 10 дней. Они ушли, оставив на земле свое продолжение двух замечательных детей, которые, идя по стопам родителей, служат искусству. Они ушли, оставив в сердцах друзей, коллег, педагогов и учеников светлую добрую память. Светлой памяти Марии Анатольевича Мельшина звучит одна из любимых его композиций. Лучио дало Короза исполняет Александр Ивашаров. Анатольевича 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Владимир Митин. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон« «Симон» «Симон» И так, мол, битва, а Твое слово пустынь, как плитва. Твое слово пустынь, как плитва, а Твое слово пустынь, как плитва, а Твое слово пустынь. Твое слово пустынь, как плитва, а Твое слово пустынь. Твое слово пустынь, как плитва, а Твое слово пустынь. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...